44 года она проработала контролером на заводе счетмаш. За иголку с ниткой Мария Федоровна Зикеева взялась, чтобы не скучать во время ночных дежурств. Тогда, 30 лет назад, у нее не было ни конвы, ни подходящих ниток. Поэтому первые работы она вышивала на вафельных полотенцах. Они до сих пор украшают диванные подушки. Ну, дед мне не разрешал. Муж, что ты сидишь? Слепая совсем будешь? Я говорю, я не буду слепой. Тебе не нравится? Иди гуляй. Ну, иди ты погуляй, а что ты сидишь? Откнусь. Я говорю, не буду. С такой настойчивостью Мария Федоровна осваивала мастерство. Идеи для работы находила в журналах по рукоделию. Сейчас схемы для вышивки ей приносят родные. Мария Федоровна, чтобы не запутаться, разбивает конву на квадраты по 10 сантиметров и берет в руки пяльцы. Каким бы ни было настроение, такая работа воспитывает терпение. Сел хоть час, но отсиди. А потом втянешься, втянешься и подниматься не хочется. Думаю, ну еще, ну еще немножко. Я вчера даже ночью, в 12 ночи в ванну села, свет яркий. Ну, две нитки прошла, почистил цветочек, желтенькими обвела. С пяльцами в руках Мария Федоровна проводит по 3-4 часа ежедневно. Месяц-полтора и готова новая картина. Правда, с этой девочкой в голубом платье пришлось повозиться, говорит мастерица. Долго не могла подобрать мулине нужных цветов. На одну работу требуется до 15 оттенков. Если вышивать портрет, то в два раза больше. Поэтому нитки мастерица покупает всегда сама. Такое ответственное дело не доверяет никому. Нитки трудно подбирать. Не все нитки бывают. Особенно вот на лицо. Сколько сюда тонов надо. Розенькую, беленькую, чуть-чуть розенькую, покрасней. И все, что надо, чтобы оно подходило по порядку, подряд. Своя система у Марии Федоровны есть и в работе. Вышивает она снизу кверху, чтобы крестики получались ровными. Сколько их нужно сделать, пенсионерка не считает. Здесь главное не промахнуться. Видишь просвет – тыкай, говорит Мария Федоровна. У меня и лупы есть, очки. Ну, с лупой неудобно. В очках так глядишь, оно уже присмотрится. Тут уже как-то по памяти шагаешь. Тут же надо вот реснички, вот бровки. Они же клетки-то ровные. Но их клетки-то надо немножко срезать. Срезать, срезать. И оно получается. Мастерице нравятся большие картины. Посидишь подольше, зато потом будет на что посмотреть, говорит она. И что подарить родным. Ведь у нее пять внуков и семь правнуков. Самой Марии Федоровне 81 год. И она каждый день у окна на своем рабочем месте. Единственное, что огорчает – ленивые соседки. Я как гляну вот в окно. Сидят целый день. Но у меня нет. Дай-ка я займусь. Я даже пожилых людей приглашаю. Я говорю, что вы сидите? Вот тут у мазень там. И женщины. Что вы сидите? Давайте вышивать. Приходите ко мне. Я говорю, я одна. И сядем на кухню или где? Где удобно. И будем сидеть. Все с разговорами. Веселее. Пока в ученицах Марии Федоровны только невестка и дочка. А сама мастерица спешит закончить вышивать подсолнухи. В голове уже новая идея – сделать расшитую скатерть. Работа предстоит большая. Как раз, как она любит.